Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Один в поле не воин. Городские службы будут тесно взаимодействовать. Новая дорога к старому источнику. Не перевелись в Анапе богатыри. Анапы проходит напряженный период. В пик курортного сезона нагрузки на сети превышают нормативы в несколько раз. На общегородском планерном совещании в администрации говорили о взаимодействии всех служб и работе, в первую очередь, в интересах жителей и гостей курорта. О работе систем жизнеобеспечения города доложил заместитель главы Анапы Владимир Забураев. В пик сезона сети испытывают колоссальные нагрузки. Потребление воды на сегодняшний момент составило порядка 71 тысячу кубов. 73 за вчерашние сутки. А энергетики тоже порядка 83 мегаватта. А нормально 53-54, чтобы вы тоже понимали. Поэтому очень сложно сейчас работать в этом плане и вести. Кроме обеспечения своих потребностей оказываем помощь соседям. В Геленджик из Анапы уходят воздушные суда с водой, тушить лесные пожары. Вчера вылета воды было 2000 кубов самолета. Везде 498 кубов наша с вами вода. То есть мы организовывали службу и наши борта заправляли сюда и тушили пожары. И сейчас продолжают работать в этом плане. Учитывая все эти факторы, аварийных ситуаций на сетях энергия и водоснабжения не избежать. Но время ремонта можно сократить, если наладить должное взаимодействие всех служб. Не искать, чья это зона ответственности, а объединять усилия. Давайте сначала сделаем дело, дадим людям воду, электричество, по мере необходимости, лифт включим, который поломался. А потом будем разбираться, кто виноват и что надо сделать, для того, чтобы не было рецидива данного случая. А некоторым стоит вспомнить о законе, если совесть спит. В Витязево люди жалуются, нет воды. Причина в превышении норм потребления. Кубометры жизненно важного ресурса у своих же соседей забирают гостиницы и пансионаты. Технические условия, сейчас анализ сделали, просят 0,25 куба в сутки, а берут 50-100 раз больше. Работа с такими коммерсантами, заботящимися только о собственном кармане, должна идти по всем фронтам. Глава Анапы приводит в пример отель «Капитан» на Пионерском проспекте, собственнику которого не хватило года, чтобы переоформить объект из ИЖС в коммерцию и стать честным налогоплательщиком. Помните, я говорил, элементы предательства. Зато водичку он потребляет исправно. В канализацию сбрасывает ИЖС. Газ у него есть. Электроэнергия, пожалуйста, от которой загорелся последний этаж в прошлом году. Все есть. Жизнь удалась. Понимаете? А если бы мы все вместе делали, то сегодня это было не правило, а исключение. В который раз службам напоминают не каждый за себя, а все вместе на благо города. Формула и залог успешной работы. На курорте продолжается работа по благоустройству. В городе и сельских округах дорожники ведут ямочный ремонт, укладывают новый асфальт. В селе Варваровка решена давняя проблема. Дорога к новому храму раньше была вся в ямах, а после дождя утопала в грязи. Жители обратились в администрацию города с просьбой заасфальтировать участок дороги. А на себя предложили взять заботу о благоустройстве святого источника. Я была на приеме у Светланы Владимировны Яровой. Я была у Баженовой Анжелики Анатольевны. И все они откликнулись на это. Неделю назад участок дороги заасфальтировали. Но для начала жители села привели в порядок источник, около которого всегда скапливается много посетителей. Теперь и жителям удобно ходить пешком и машинам ездить. Село Варваровка. Вроде казалось бы небольшое село. Но тем не менее, смотрите, сколько у нас сделано. Это буквально с ноября прошлого года. Это источник, это дорога к источнику, это детская площадка, это тренажеры установили спортивные. Это все делается для нашего населения. Ямочный ремонт на анапских дорогах ведет компания «Автогрейд». Сегодня спецтехнику мы застали в шестом партизанском проезде. Специалисты работают быстро и слаженно. Сначала проводят подготовительные работы. Ямы, образовавшиеся на дорогах, чистят от грязи, пыли и мусора. Мы обрамляем кромки ям. Впоследствии они будут... Это уложен асфальт на эти ямы и перекрыто сплошным слоем. Уже завтра ямы просушат, прольют битумом и заасфальтируют. 25 незаконно установленных гаражей демонтированы в 12 микрорайоне напротив домов 35 и 36. Работу с собственниками провели сотрудники управления муниципального контроля. Жители многоэтажек неоднократно жаловались на несанкционированную свалку возле гаражей. Ржавые покорежные боксы, большая часть из которых даже не используется по назначению, захламляли территорию общего пользования. Разрешительных документов на установку гаражей у владельцев нет. Был подготовлен пакет документов и направлен на рассмотрение межведомственной комиссии. По решению межведомственной комиссии данные гаражи были вывезены собственниками. Кранная территория уже свободна и рассматривается вопрос о благоустройстве. Демонтированы 25 незаконно установленных гаражей. В Анапе продолжают бороться с несанкционированной торговлей. Специалисты управления сельского хозяйства вместе с нашей съемочной группой провели рейдовые мероприятия на восточном рынке. Восточный рынок Анапы универсальный. Для населения местные предприниматели – основные поставщики овощей и фруктов. Но не все продавцы законно осуществляют свою деятельность. На тротуаре в районе рынка расположились нарушители, которые ведут здесь несанкционированную торговлю. К сожалению, не все знают, что есть для этого специально отведенные места. Что касается именно личных подсобных хозяйств, что касается именно простых граждан, которые выращивают свою продукцию и себя на приусадебном участке, есть возможность абсолютно бесплатно реализовать на так называемых социальных рядах. Тем, кто сам выращивает сельхозпродукцию у себя на участке, разрешают занимать места на ярмарках-привозах в городе и сельских округах. Для этого нужно обратиться в управление сельского хозяйства, где проконсультируют по данному вопросу. Рейдовая группа также выявила нарушения в овощном магазине. Свой товар хозяин выставил за пределы помещения на муниципальную землю. Все-таки упорядочить внешний облик нашего солнечного города, для того, чтобы отдыхающие могли комфортно и, самое главное, безопасно приобретать и кушать продукцию наших товаропроизводителей. В разгар сезона на курорте полным ходом идет работа по пресечению несанкционированной торговли и наведению санитарного порядка. На недобросовестных предпринимателей и реализаторов продукции составляют протоколы за административные правонарушения. Те, кто не первый раз попадает в поле зрения рейдовой группы, наказываются штрафом. Третий общероссийский фестиваль современных молодежных видов спорта «Продвижение» прошел в Анапе. На территории яхт-клуба на центральном пляже самые сильные и выносливые спортсмены курорта состязались в том, что на первый взгляд кажется невозможным. Махи-гирями словно это легкие детские мячи или перекатывание покрышки. Вес шины достигал 250 килограммов. За 90 секунд нужно было преодолеть дистанцию 25 метров. Силовая прогулка с внушительным весом – это развлечение для настоящих мужчин. Кроссфит-воркаут и силовой экстрим – это ярко и зрелищно. На грани фантастики упражнения в направлении фристайл-воркаут, где за три минуты спортсмены могли представить свои силовые и акробатические упражнения на турниках. Соревновательный процесс разбавляли выступления девушек из студии танца «Модерн», шоу-балет «Пандора» и показательные выступления представителя спортивного клуба «Импульс», бронзового призера открытого международного турнира и фестиваля «Белые ночи» «Петербурга-2014» по гиревому спорту Дениса Егорова. Спортсмены подарили зрителям бурю эмоций, зарядили позитивом и заставили всерьез задуматься о возможностях человеческого тела. Главное – захотеть. Анапа богата талантами. Недавно коллектив танцевального клуба «Сити Джаз» вернулся из Сочи с наградами. С конкурсной программы танцоры выступили перед анапчанами и гостями курорта. На 10-м международном фестивале современной хореографии на творческом олимпе в Сочи любимый анапский коллектив «Сити Джаз» завоевал первые места в четырех возрастных группах. Десять танцевальных постановок вызвали у жюри фестиваля «Восторг». По возвращению новые номера артисты продемонстрировали своей любимой публике. На родном курорте. Зал городского театра, как всегда, полон. Аплодисментами зрители встречают актуальную постановку «Жара». В привычный репертуар добавили лирики, пластики и даже немного латино. Зрители остались довольны. Сити Джаз всегда удивляет новинками, живой энергетикой и заряжает хорошим настроением. Мне очень понравилось. Я вообще раньше занималась Сити Джазом, вот только недавно ушла. Мне они очень понравились, они большие молодцы. Они развиваются, с каждым годом все лучше и лучше. Я не первый раз посещаю концепции Джаза. Я этот коллектив хорошо знаю. Я их очень люблю все. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В среду 12 августа в Анапе малооблачно возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 27-30 градусов, ночью до 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых модная школа поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Эксклюзивные аксессуары «Молодежные тренды». Анапа, улица Новороссийская, 281.